Добрый день уважаемые коллеги. Сегодняшний доклад является продолжением дырящейся очень долгое время работы по изучению лицевых садов и собрания оружейной палаты. Некоторое время назад был сделан доклад, часть темы о портретах на Сакайсе, но преимущественно был посвящен портрету самого митрополита Фотия. В настоящем докладе хотелось бы несколько слов сказать о характере и особенностях изображения императорской и великокняжественной. Семьи, которые здесь представлены в центральной части. Я напоминаю, что Большой Сакас, так называемый Большой Сакас является известнейшим памятником лицевого шитья, интерес к которому во многом на протяжении всей его истории изучение обусловлено был именно наличием помимо обширного количества изображений евангельских сцены, изображений святителей, мучеников и так далее. Но преимущественно интерес к этому памятнику был связан в связи именно с портретами исторических перцов, в нивной части, на передней стороне. Я напоминаю, что здесь митрополит Фотии, в водоряду вселенских святителей, и в центральной части, в самой такой торжественной, значимой зоне, портрет императора, молодого императора Иоанна Восьмого палеолога, соправителя своего отца, Анна Манылов, второго палеолога, его первая жена, русская княжна Анна Васильевна, и великокняжеская счета, собственно, князь, великокнязь московский Василий Дмитриевич и его супруга Софья, Софья Витовтовна. История изучения Сакаса начинается с первой публикации в середине 19-го века, и именно эти портреты преимущественно занимали основной интерес у исследователей. Первые публикации как раз пытались уточнить в зависимости от конкретных событий в жизни тех или иных персонажей, когда этот Сакас мог быть мог быть вышед, кем он был, заказан, заказчиком, вкладчиком и так далее. Но в целом датировка была принята, которая была предложена Георгием Дмитриевичем Филимоновым, который достаточно убедительно доказал, что Сакас не мог быть вышед за пределами 1414-1417 годов во время короткого супружества Иоанна Восьмого и Анны Васильевны. Его аргументация была очень простая, но, как мне кажется, очень лестная. Дело в том, что Иоанн Восьмой после смерти Анны Васильевны был еще два раза женат в 1420-м году и в 1425-м году. Его первые две жены быстро с женем умирали. И Филимонов говорит справедливо, что совершенно невозможно себе представить, чтобы императора изображали с давно умершей женой, просто непочтительных императорских персов. Но, к сожалению, как-то так случилось, что в литературе причины для изготовления Сакаса стали называть именно свадьбу Иоанна Восьмого, хотя Филимонов ни разу, нигде в качестве причины это не называл. Он говорил, что это хронологические промежутки, время обвремя брака. Ряд важных замечаний были сделаны Дмитрием Беликимовичем Аболенским, который отметил, что характер изображения императорских или как княжеских портретов свидетельствует о идее превосходства изантийского императора над всеми остальными правителями. Действительно, здесь изображен император в классическом виде, с нимбом на круглом подножии, тогда как Василий Дмитриевич без нимба просто на земле стоит, как и подобает более низкого ранга правителя. Вслед за Глубинским, Дмитрий Беликимович Аболенский предполагал, что Фоти был прислан на вось с важной миссией устроить брак между наследителем Византийского престола и русской княжной. Вполне возможно, что это имеет под собой серьезные основы. Протерей Иоанн Миндор пришел к выводу, что изображения трех плитовских учеников рядом с портретами между портретами Василия Дмитриевича и Иоанна Восьмого свидетельствуют о кратком времени мира между Москвой и Литвой и о единстве метрополии. Но об этом мы подробнее на этом остановимся. Александр Сергеевич Преображенский в своей монографии о китерских портретах также сделает важных замечаний. Например, он отметил, что изображения императорской и литерской семьи по сути не являются китерскими. Характер их изображения можно интерпретировать как послание митрополита Фоти великому князю, который показывает место Московского государства в византийской системе, византийской концепции мира. Что же касается места изготовления САКОСа, то все исследователи и додушно относили его производство к Константинополю. И главным аргументом этого было безупречное качество шитья и безупречное качество надписи. По мнению Бориса Ивановича Фонтича, текст здесь отличается, но просто один из самых эталонных воспроизведений греческих надписей, в частности, символы веры. Ну и не могу не сказать о том, что в недавнее время появилась принципиально иная точка зрения, которая отстаивается Ириной Михайловной Качановой и Сергеем Алексеевичем Беляевым, которая принципиально меняет взгляд на датировку и причины создания САКОСа. Они утверждают, они сходят из того соображения, что Фотий просто никак не мог себя сам изобразить на САКОСе и не мог служить в этом САКОСе со своим изображением. По нашему мнению, эта аргументация исключительно субъективна и не имеется под собой реальной основы. Авторы апеллируют к некой идеальной символике богослужебных облачений и пренебрегают при этом совершенно широко распространенной традицией прижизненных баркетов, заказчиков, титров, титров византийских, балканских и русских памятников, начиная с раннего византийского времени и включая огромное количество памятников палеологовского, позднепалеологовского периода. Поэтому на этой точке зрения подробно останавливаться я не вижу смысла. Так вот, сейчас хотелось бы... Вот портрет Фотия. Вот вижу. Хотелось бы остановиться, более внимательно рассмотреть именно великопняжеские, императорские портреты. Уже Георгий Викторович Филимонов отметил, что портреты чрезвычайные портреты. Извините за эту каталогию. Они легко узнаваемые, персонажи изображены здесь, легко узнаваемые. Он первым сравнил изображение Иоанна Восьмого с известной миниатюрой, на которой изображен семья Михаила Палеолога, Мануила Палеолога и каратрица Елена Драгаш. И как раз изображен юный наследник Крестова. Ему где-то чуть больше десяти лет. И действительно, сопоставляя эти изображения, можно даже попонять, что это действительно изображение относится к одному и тому же человеку, но в разные периоды его жизни. Если на миниатюре здесь действительно отрок, то на Сакасе уже такой почти сосредоедет, с небольшой бороцей, с короткими и сами, но, несмотря на не очень хорошую сохранность, выражение его кажется узнаваемым, его можно отидентифицировать. Тем более, что позднее изображение императора, известное в разных материалах, например, известная медаль Антонио Безанелло в Риннинг, 1-го Индийского собора, который ему показывает уже более зрелого человека. Но характерные кинографические признаки здесь явно присутствуют. Такая небольшая, острая клинышка-обобородка, усы длинные, по крайней мере, профильное изображение в сопоставлении с фронтальным, как можно их сопоставить. Очень важным, как нам кажется, является описание одежд изображенных персонажей. О традиции изображения византийских императоров и важных сановленников нам хорошо известно благодаря трактату Псевдоподина о должностях. И вот основные части, они очень легко идентифицируются и даже на первый взгляд кажется, ну, чтобы совершенно излишним на них оставаться, оставаться в своем понимании. Иоанн оплачен в каваде красного цвета, пурпурного цвета, красно-курпурного цвета. Это узкое длинное платье, таковтанообразного типа, с длинными рукавами и мелкими застежками, которые припаялись на лором, перекинутом через левую руку. На голове его стоя на императорской коронной эпохи палеологов, представляющей собой одетую на золотой обруч полусферу с крестом в верхней части, богато украшенную золотым шитьем, каминьями, жемчужинами по подвескам. В руках его скипетр диконики с навершием в виде креста. Такого типа изображения известно нам совершенно хорошо в массе своей присутствуют, особенно в позднее палеологовское время, к примеру, чему миниатюрное изображение его отца совершенно идентичного типа. Что касается изображений императриц, то здесь, к сожалению, псевдоподин не указывает название частей и их облачения, но они тоже хорошо идентифицируются по многочисленным предприметам. В качестве сопоставления партой Анны Васильевны и ее свекрови Елены. Кажется, что это вот такая длинная накидка, которая покрывает руки, она накинутая на длинное платье, также приповязанное лором. В верхней части имеется широкое оплечье и очень характерная черта, вот такой расходящийся вверх венец, которому, к сожалению, нет названия, но вот он такой традиционный. Это не корона западного образца, это такое химичное наподобие скистиадия по-похоже. В качестве примера многочисленные тоже женские портреты из балканских портретов. Напротив, изображения великого князя отличаются, ну, прежде всего, и самим типом, и богатством декор. Так же, как и в случае с портретом Иоанна VIII, эти изображения кажутся чрезвычайно реалистичными, реальными, портретными. Можно сказать, что действительно мастера, которые вышивали эти изображения, знали, как выглядел великий князь, и это не обобщенный какой-то образ, это предельно конкретный для своего времени изображение. Мы видим такое широкое, округлое лицо с высокими скулами, широко посаженные глаза, небольшая борода с очень важной особенностью, что она раздвоена на конце на две части. Она прямая, не вьющаяся, не горчавая, прямая, а раздвоенная на две части. Ну, говорить о том, что насколько портретно Софье, к сожалению, не приходится, эти изображения уникальны, и, к сожалению, других не сохранилось. Но есть мнение Елены Громовой, что Василий Дмитриевич и Софье изображены на иконе похвала Богоматрия Сокачества на Заспенском соборе, но нам кажется, эта идея не соответствует действительности. Очень важным, что нужно отметить, это сам костюм у Василия Дмитриевича. Его очень богатое, подробное изображение. Он облачен в довольно короткую рубашку, низко припаяться на богатом аргументе, и в такую накидку. Это не шуба с длинным рукаваемем, судя по всему, это такой короткий плащ, который исследователи костюма называют привал-приволотой. И его происхождение связывают с плащом Корзна, таким характерным атрибутом княжеским. Считается, что привал-приволок имеет свое начало от корзна. Самым главным отличием портрета, на наш взгляд, является его главным углом, это такая коробчатая корона западного образца. На это указывали в свое время и Громово, и Андрей Преображенский. Говорят о том, что это такой стилизирующий, гетететизирующая коробка. Ну, кажется, что, ну, действительно, почему на московском князе такая совершенно необычная, необычный главный убор. Потому что, судя по таким примерам изображений князей, такой обобщенный тип, вот, когда Борис Филипп Наконик, всем известный памятник, главный убор Великого князя, это такая традиционная шапка, такая шапка с меховым акушкой, но не корона западного образца. Такую корону мы видим, например, в изображении короля Владислава и Ирегелла, роспись, как говорится, в Люблине. Ну, и сам тип короны известен, ну, по короне Карла Четвертого, известна также корона Святого Бацана. Каким образом эта корона могла появиться на Василии Дмитриевича? Здесь вот кажется, что вступают в силу очень важный и сложный момент русско-литовских отношений. И помещение, помещение Василии Дмитриевича вместе с Иоанном Восьмым, посреди которых находится изображение трёплитовских мучеников, кажется, действительно, такой вот посланием митрополита Фоти и представлением митрополита Фоти о месте московского государя не только в системе византийских, русско-изантийских отношений, но и в системе русско-литовских отношений. Известно о том, что отношения эти были очень сложными и не всегда благоприятными. Василий Дмитриевич, будучи тетестем эритов-то, находился в такой перманентной то дружбе, то вражде. Они возближались то, что расходилось. Но, по мнению историка Коснякова, в первое время Василий Дмитриевич был под большим влиянием действия. Но при этом он дистанцировался от византийской традиции. Мы знаем большое количество примеров изображений балканских государей, которые напротив всячески подчеркивали свою близость в византийской традиции, преемственности, изображали себя наподобие византийских императоров. Один из примеров из числа множества перепелок. А напротив Василий Дмитриевич кажется подчеркнуто дистанцироваться. И несмотря на то, что он действительно изображен уступающим по статусу Иоанна Восьмого, без нимба, не на подножье, но погасство его воплощения подчеркивает его такое материальное превосходство. Глубинский, например, считал, что Василий Дмитриевич, хотя в первое время он пытался даже запоминать императора во время ритургии, за что получил достаточно жесткое послание патриарха Антония. Но когда появилась идея о том, что он может стать тестем императора, эта идея ему очень понравилась, даже несмотря на то, что он осознавал, какое бедственное и печальное положение имеет Экзонтийская император. Но даже мысль о том, что он может взять на содержание в случае совсем трагических событий молодую семью императорскую, она, кажется, ему очень льстила. Возможно, в этом есть какой-то смысл, потому что его изобразили в таких действительно очень богатых одетках. Несмотря на то, что изображение Иоанна такое каноническое и практически не могло варьироваться, здесь такой вот богатый родственник невысокого статуса, но при этом очень высокого положительного. Еще один важный момент – это, собственно, выбор в сторону московского государя со стороны и византийской сверской власти, и патриархии, которая в лице митропольтов Киприана, сначала Алексея, Киприана, потом Фотия, именно связывала свои отношения именно с Москвой, а не с Литвой, которая также претендовала на общую русскую гегемонию и политическую, и духовную. Он, по крайней мере, хотел заиметь своего митрополита. Но вот такая политическая и духовная нестойкость видов того. Одно то, что по некоторым Адамам он либо три раза, либо четыре раза был крещен, перекрещивался из православия в католичество, и обратный, и обратный. Кажется, что такая вот неуравновешенность видов во вопросах веры, она не играла на руку византийской политике, которая отдавала свое предпочтение именно московскому князю. Но его западные, так и прозападные оплачения, кажется, может быть, было своего рода обращением к западной пастве самого Уфоти, который всем этим памятникам подчеркивал совершенную преемственность не только русского митрополита от восточных первосвятителей, но и преемство северской власти, которая тесно связана была с византийской, и через такое физическое парадство с византийским императором, с властью в лице Константина Великого и святой Елены, которая непосредственно над ними изображена. Ну, это, наверное, сильно... Не сильно, но уже... Подводя и так, итог, кажется, что в характере этих изображений заключается очень тонкий, при этом очень сложный пласт отношений русско-литовских, русско-византийских и отношений патриархии к вот этим антрополитическим делам этого далекого северного народа. Спасибо за внимание. Можно я, по-своему вопросу, такую версию? Вот там фон этих патриархов, это надписи, да, это вот их имена или что? На фоне, да. То есть, от этого можно понять, кто они такие? Да, не все названы, совершенно без всяких разночтений прочитываются. Вот Сакрос практически медиальная Сакрос. Там есть небольшие изменения, но они никак не... То есть, идентификация всех... Мало того, что... Там дана точно. Да, мало того, что в надписи имена был Василия и Софья, они на русском языке, но с такими характерными греческими ошибками. Там написано Василий Ге, а не Василий, потому что Ге краткий звук незнакомый для греческих фонетики. Так что их выполняли, скорее всего, греческие мастера, но как слышали, так и написали. При этом сам греческий фонетик безупречен был. То есть, говорит о том, что это не важно. А почему все-таки литовские ученики? Литовские названия были? Это спор о единстве митрополитов. Потому что на протяжении более полувека, где-то начиная с середины 14-го века, литовские князья, даже будучи язычниками или еще вот, они хотели своего митрополита в Киеве. Московские князья хотели тоже своего митрополита. Они не были против, потому что Дмитрий Иванович Затамской хотел поставить своего старого митяя. Потом Василий Дмитриевич, как бы такой демарш в сторону императора, что, собственно, зачем ему упоминать императора, к которому он никакого отношения не имеет. Но вот именно политика московских митрополитов, ну, киевских митрополитов в лице Алексея Киприяна и Фоти, прочно связывали Москву именно с вселенским православием. И не давали не столько раздравлению, сколько провинциализации русской или литовской церкви, это неминуемо, мне кажется, произошло бы, в случае вот такого вот разделения по политическим мотивам. Можете вопросить? Вы считаете, ну, традиционно, что концентр и Литович Затамской нет, по моему убеждению, этот САКОС задуман был Фотием и, скорее всего, может быть, даже был в Москве приглашен на мастера. Ну да, потому что такая выделенность русской чеки, вот они масштабно дают чеки. Он не актуален в данной системе, я просто не успел сказать, что, если даже себе представить фантастическое, что этот САКОС был заказан Иоанном Восьмым, у которого совершенно не было денег, он был нищим. Ну, он актуален. Нет, яркий, яркий момент. Известно из воспоминаний Сильвеста Серапола о том, что Фоти сделал богатейший вклад в монастырь Пантократа. Этот вклад экспроприировал Иоанн Восьмой и сшил себе золотой покрывал на крови. Как можно себе представить, что этот человек делает вклад для... Ну, это старое. Ну, в общем, мы считаем, что это греческая, в России равна... Это греческая банка, но здесь выполнена в Москве для московского... Для московского... Ну, конечно. ...эстаблишмента. Заказ тут очень яркий. И по программе московского митрополита, который был чрезвычайно ученым человеком. Понятно. Да, это будет. Да, ну, Алексей Геннадьевич, а вы не могли бы вернуть общий вид портретов в Исхоте с усугами у себя? Да, я благодарю, перед всем, за докладом, потому что вопрос о костюмах, изображенных правительством, конечно, важен и недостаточно. За литературу у меня, во-первых, пара технических вопросов, касающихся, собственно, костюмов и анализа, и определения. Вот я просто как-то, и даже не обращал внимания, и не просматривал памятники фронтально, вот, все-таки мне кажется, что, хотя изображение... Анны Васильевны Носарус, действительно, памятник в целом, на изображение императрицы Елены, вот, миниатерство парического реапогита, Да, все-таки, бонус-впадение, может, лучше, вот, такой, за книг, в этом месте, да, бонус-впадение, нет. Бонус-впадение, в частности, в том, что здесь, мне кажется, костюм императрицы приближен к костюму императора, то есть, вор, так же, перекинет, выделен, вот, этот поток подавления, условно говоря, подавление женского и градовского поистину мужского, это частое явление, нормальное, или, все-таки, не всегда случается. Мне кажется, что иногда проводятся довольно четкие такие различия в теме, то есть, изображение создает, а тут, точнее, полная подобная. Я спасибо за замечание и вопрос, надо будет еще подробно об этом подумать, но кажется, что изображениями, собственно, подобных тоже можно привести с лором, с корректином, это не исключительная особенность. Отличие от костюма Елены, может быть, в том, что все-таки Елена была супругой, как бы, главного императора, а здесь соправитель, как бы, не совсем, не совсем. Я бы, наоборот, сказал бы, что здесь ее выделяем, то она оказывается, если ты имела значение, может быть, оказаться, что она, например, формально в любви поздно, значит, он персонал, чем Елена Борисовна. Ну, по-моему, здесь, может быть, менее парадный портрет, здесь такая декларация власти и... И, значит, еще один вопрос, касательно головного убора Василия Дмитриевича, ну и, наверное, Софьи Витоповна, потому что они... А не пара, если идти. Вы здесь с ними упомянули Чеческую королевскую корону, значит, речь, что вы пускаете, что эта корона тоже имеет полусфео и перекрестие? Здесь не видно, здесь кажется, что здесь просто... Она открытая, но имеется матерчатая туля. То есть красная... Да, это туля. Естественно, никаких ассоциаций с той короной быть не может, потому что, ну, представить себе, что у Василия Дмитриевича был такой венец, невозможно. Здесь, скорее, идет речь о каком-то символическом... В символическом уборе, но имеющем конкретные... 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 Примеры. Это, вот, собственно, должен был быть мой третий вопрос. Хотели бы сказать, что эти костюмы московских правителей, это некая реальность или это экино-готическая? Ну, ни в коем случае, это нереально. А, вот это вот мне тоже так кажется, собственно. На самом деле, такая довольно большая проблема, когда... Вот, ну, каких-то солнечных... Да, мы уже, простите, уже отчасти обсуждаем. Да. Вот, хорошо, да. Ну, в общем, да, я ответ получил, спасибо. Ну, об этом, конечно, можно дальше думать. И, зависимо, вот, надо смотреть, вообще, на те вот отношения у него с видом. Какой, какой пасл... Естественно, Василий Дмитриевич не мог претендовать на литовские земли. Ну, как бы, не было у него таких планов, в отличие от Литовки, который, наоборот, стремился распространить свою власть. Ну, в общем, надо еще... У тебя очень маленький вопрос. Вы говорили о разбойной бородке. Это какой-то специфический, какие-то графические атрибуки, за этим стоит какая-то символика, или вообще ее нет? Это черта, на которую указывают, там, ненаписанные подлинники, какие-то описания. Это характерная черта. Являясь носителем бороды, я их прикажу. Она означает характерную особенность. Это не художественный вымыс. Это черта... Потому что, знаете, у кого-то она завивается в уже сторону, у кого-то она прямая и разбивается. Это... Уже по поводу костюма вопросы у меня начались. Насколько... Вообще, насколько часто встречается... Я по поводу костюма с Софьей Витовковной. Вот эти изображения креста в кругах, которые более, как бы, до заказа характерны, да? Насколько они в советских изображениях встречаются... Часто встречались ли вообще, тем более, женские? У нас как-то достаточно мало женских. У нас сейчас как-то вот тоже, да. Как можно их интерпретировать, если они, скажем, уникальны или... Мне кажется, в балканских примерах, ну, что-то можно подобное найти. Честно говоря, нам надо будет еще думать об этом. Спасибо за вопросы.